Всем привет! Сегодня суббота, Московская область, по-моему 23 число. Снег у нас еще лежит, но по большей части, конечно, растаял. В этом году в Московской области было очень много снега. Это моя теплица, одна из двух. Она стеклянная. Я сегодня приехала, чтобы сделать первые с посадки посевы в теплицу. Буду сеять в эту теплицу. Она маленькая. Здесь у меня в этом году я буду выращивать на этих двух грядках у меня будут перцы сладкие. А на этой грядке полностью отдам под огурцы. Значит, сеять буду всю зелень в эту грядку, потому что огурцы я в теплицу высаживаю самыми последними. Поэтому здесь успеет все вырастить. Если не вырастет, пересажу. В общем, возбодрила немножко я землю. Она у меня не сухая. Видите, полностью растаяла. Здесь у меня земля неплохая, заправленная конским навозом. Но чтобы из колодца ледяную воду не брать, я вот привезла 20 литров теплой воды. Это чтобы просто пролить лунки, куда буду укладывать семена. Значит, что буду сеять? Это обязательно редис. Сею 18 дней. Сора. Селеста. И черриет. Эту редиску я сею первый раз, не знаю. А вот эти сорта, это для меня все знакомые. Сею их каждый год. Значит, из травок, муравок сею обязательно рукколу. Это для себя, потому что в семье ем их только я. Салат Хьюджин. Потом шпинаты. И вот такой еще салат листовой. Обязательно шпинат сею. И вот мы всей семье просто обожаем. Обязательно укроп сею. Значит, петрушку не сею, потому что у меня петрушка корневая. Посеяна в прошлом году в открытом грунте. И она самая первая всходит даже раньше, чем я, если ее посею в теплицу. Поэтому, как только сходит снег, сразу вылазит корневая петрушка. Поэтому я ее люблю. Каждые два года сею. Затем лук репчатый Норвита. Это гибрид. Это я покажу. Сегодня буду сеять в открытом грунте. У меня будет грядка под стеклом. В общем, это надо показывать. Затем капусту Пак Чой. Хочу посеять на рассаду. Сюда же в теплицу. Или сейчас посею ее вместе с луком в открытый грунт в грядку под стеклом, которая будет. И вообще, капусту Пак Чой я как-то выращивала в теплице ранней весной. Она у меня не получилась толковая, честно сказать. А вот посеянная в августе, она получается замечательная. Но в этом году я опять-таки решила ее посеять весной. Еще раз попробовать, получится или нет. Вот если она у меня не получится, то буду сеять только в августе, чтобы результат у меня был в сентябре. Прекрасно получается капуста Пак Чой, посеянная в это время. Вот весной опять буду пробовать. Конечно же, посею цветы. Я в этом году решила посеять цветов только в доме. Только питунью и немножко бархатцев, которые прямо стоячие. Все остальные буду сеять здесь уже, в деревне, потому что нет места у меня на подоконниках. Все сдвигать слишком друг другу близко. Потом рассада очень такая некачественная получается. В общем, в этом году, значит, я почему-то увлеклась статицей. Решила посеять. Первый раз я буду сеять. Вот такие сорта очень интересные. Хочу сухоцвет у себя дома поставить, букетик создать. Вот как раз прямостоячие бархатцы. Я их буду высаживать рассадой дома, потому что они очень высокорослые, до 90 см. И они у меня будут расти. Я их буду высаживать возле теплицы при входе. Просто засажу ими, чтобы никакая зараза в теплице не залетела. И такие бархатцы отклоненные, махровые, это низкорослые, там по 15-20 см в высоту. Я их посею тоже здесь, или в теплице, или в парничок на улице под стеклом. Это тоже нужно не объяснить, это только показать. В общем, вот такая у меня сегодня задача. Самое главное – это зелень. Так, и на следующей неделе, там уже будет ближе к первым числам апреля, только тогда я буду высаживать капусту. Капусту тоже не заморачиваюсь, не сею в квартире. Это неблагодарное дело. Только теплица или закрытый парник на улице. Все. Вдоль грядки буду делать вот такие борозды. Я пролила теплой водой очень хорошо. А семена буду присыпать своей же землей. Просто я ее с осени занесла в теплицу, чтобы она быстро оттаяла, чтобы была теплая. Этой землей, которая находится в теплице, я прикрывать не буду. Она не очень однородная. И чтобы всходы были более равномерные, то буду вот с ведра присыпать семена. Ну все, я уже все посеяла. Прикрывала я землей, которую занесла с осени в ведрах влажные. Вот она растаяла, влажная и осталась. Это очень хорошо, потому что сверху я не буду поливать, чтобы не образовалась вот эта курка, и чтобы всходы появились все дружненько. Вот таким образом. Ни пленкой, ни агроспаном, ничем я прикрывать не буду, потому что мне с этим играться нет возможности прикрыть, закрыть и так далее. Вот как посеяла, так и посеяла. В теплице очень тепло. И здесь у меня еще не поместился салат. Вот пришлось на эту грядку. А здесь у меня уже в ведре эта земля для рассады, которую я приготовила с осени. Пакет разорвался черный, поэтому вот сыпала в ведро, повезу домой, потому что там, наверное, завтра, послезавтра буду уже рассаживать томаты по отдельным рассадным пакетам. Еще хотела сказать, что теплица у меня чистая. Я ее с осени помыла, поэтому сею я, начиная посевную вот этот сезон тепличный, я всегда в чистую теплицу. Потому что кто делает ранние посадки, тот сам понимает, что весной теплицу в принципе невозможно помыть, потому что очень холодно, руки замерзают, весь замерзший, с этой водой еще надо ее греть, потому что холодной вы ее мыть не будете. Поэтому самый лучший вариант, это, конечно же, ее приготовить с осени. Вот я это сделала, и первый посев у меня в чистой теплице. Я люблю, когда теплица чистая, не завалена никакими ненужными абсолютно предметами. Я люблю радоваться не только обилию урожая, но и в каких условиях растут растения. Поэтому за теплицами, я считаю, что нужно обязательно ухаживать. Так, сегодня я еще побелила деревья плодовые. Сейчас пойдем покажу конский навоз. Это я его буду разбрасывать возле пресвольных кругов у деревьев и немножко буду заделывать его в почву. Видите, снега у нас еще полно-полно, но единственное радует, вышло солнышко. Вот сейчас обеденное время, оно только вышло. Вот такие у меня деревца. Вы видите, маленькие здесь. У меня сад вообще молодой, годовалый, двугодовалый. И, по-моему, есть одно-трехгодовалое дерево. Я обязательно и белю, потому что молодая кора и очень сильно обжигает весеннее как раз такое солнце. И побелка это прежде всего. Я деревья еще не обрабатывала препаратами, потому что еще почки, еще деревья полностью спят. Хотя пресвольный круг уже растаял. Снег я не накидываю, пускай деревья уже потихоньку просыпаются. Ну и если будет стоять вот такая погода, то, я думаю, уже на следующей неделе появится все-таки зеленый конус. Вот тогда я и буду препаратами их обрабатывать, но не раньше. И заодно подкормлю монофослатом калия и вот разбросаю конский навоз с легкой заделкой в почву. Снег на солнце так слепит вообще. Молоденькие деревца. Сделала совсем очень легкую обрезку. В принципе, резать было нечего. Перезимовали нормально, но это будет уже видно, когда будут почки, когда распустятся, когда цветение будет, тогда уже видно будет. Вот молодые деревья белью. Ой, чуть не упала. Молодые деревья белью по максимуму. То есть до самых-до самых. Ну и также у меня ягодники там. Сейчас можно пойти даже посмотреть. Это крыжовник. Я делала ему осеннюю обрезку. Видите, еще почки все спят. Смородина еще тоже спит. Тоже делала осеннюю обрезку. Но посмотрим. Тоже еще, видите? Вот. И там у меня жимолость. Вот тоже три куста. Она тоже еще спит. Хочу показать, как моя перезимовала лаванда. Вот она она. Я ее в зиму особо не обрезала. Совсем-совсем слегка. Я ее накрывала спонбондом с шестидесяткой. Вот она так выглядит. В принципе, неплохо. Но открывать ее уже сегодня все. Я ее открою окончательно. Потому что она может подпредь. Видите? Тем более она у меня не обрезанная. А если лаванда запреет здесь все, ее можно уже выкидывать. Вот видите, пошли молодые из почек листики. То есть она у меня, я считаю, что перезимовала. Сейчас я уже вот начала ее обрезать. Вот над уровнем земли я ее вот так на пенек оставляю. Ну и здесь сантиметров 10-15 буду оставлять. А все вершки буду секатором сейчас срезать. Вот такая, видите, она у меня здесь. И в этой клумбе у меня всего лишь их, по-моему, 4 кустика я высаживала. Выращивала я ее из семян. Вот так я обрезала лаванду. На срезе она вся зелененькая. То есть думаю, что она у меня все-таки перезимовала. Вот, вся живая. Даже вот новенькие, уже молоденькие, все лезут. Я ее накрывать больше не буду. Я ее порыхлила. Здесь земля, здесь у меня рыхлая. Застой воды на этом участке у меня нет. Поэтому я надеюсь, что все будет с ней в порядке. Вот так. В огороде у меня есть два вот таких парничка. Короба сделаны из дерева и накрыты стеклом в деревянной раме. Я уже посеяла на рассаду здесь. Это статицы, высокорослые бархатцы. И здесь у меня посеян лук. Это рассады на репку за один сезон. А здесь у меня короб. Здесь я буду высевать капусту разную. Вот с этого края справа я уже посеяла капусту пакчой. А здесь нарезала грядочки. Это буду на следующей неделе здесь высевать на рассаду брокколи, цветную капусту, позднюю капусту. В общем, вот так. Сейчас уже послеобеденное время. Солнышко скрылось. А тепличный сезон открыт. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.